Всем привет на канале Тимур 11 ТВ. Сегодня мы продолжим для вас читать книжку про Поляну. В прошлой серии мы остановились на том, что мы прочитали первую половину... первую половину... на том, что мы прочитали первую половину 23 главы, которая называется «Несчастный случай». Сегодня начнут вторая половина 23 главы. Ну что, поехали. Сильно она разбилась, дрожащим голосом проговорил Старый Том. Ничего невозможно понять, мистер Том, продолжая всхлипывать, ответила Нэнси. Она такая бледная и не двигается. Мне вообще сначала показалось, что она мертвая, но мисс Поля говорит, что не мертвая. А мисс Поля виднее, она ведь щупала ей пульс, и ухо ей к груди прикладывала. Она послушала и сказала, что бедняжка наша дышит. Неужели нельзя понять, что сделала ей эта? Старый Том не договорил лицо его, скривилось от горя, и казалось, он сейчас заплатит. Я-то думала, вы позволите себе назвать эту штуковину, так как она того заслуживает. В сердцах воскликнула Нэнси. Уж я бы с этим так не церемонилась, мистер Том. Так я вам и сказал, не церемонилась бы подумать только сбить нашу девочку. Да я всегда ненавидела эти копчащие таратайки. Вот так я вам и скажу, ненавидела. Куда же ее ударила? Ох, не знаю, не знаю, мистер Том. Со стоном ответила Нэнси. У ней на головке совсем небольшая ссадинка, но мисс Поли говорит, что дело не в этом. Она внутреннего повреждения опасается. И, кстати, я вам тут такое хочу сказать, что я вам вопросик такой вот придумал. Какие вам видео больше надо смотреть? Вот мультики или муды, мачуки и вот всякое такое. Пишите цифру 1 или слово мультики, если мультики, или пишите цифру 2 или слово муды, если муды и всякое такое. Ну, переделанные ролики будем это считать. В следующей серии узнаем, за какой вариант было больше голосом. А сейчас поехали. Ты верно хотела сказать, что мисс Поли опасается внутреннего кровоизлияния. Так Нэнси поправил мистер Том, и глаза ее на мгновение сквернули сквозь слезы. Большая разница, тряхнул головой, проговорила Нэнси. Она двинулась в сторону, и плечи ее задреслись от плача. Мне кажется, я просто не выдержу меня. Просто сердце разорвется, пока этот доктор выйдет оттуда. По мне бы сейчас затеять такую большую стирку, такую большую, какую меня еще в жизни не было мистер Том. Вот это было бы дело мистер Том. Вот так я вам и скажу. Было бы дело с уходом доктора, положение не проснилось. И Нэнси вряд ли смогла бы добавить что-нибудь существенное к своему рассказу. Доктор сказал, что кости у девочки, по-видимому, целы. А ссадина на голове и впрямь не представляет никакой опасности. Однако выражение лица мистера Лорена было притом озабоченное, и он с сомнением, покачивая головой, объявил, что только будущее покажет, насколько тяжело состояние больной. После его ухода мисс Поли подошла к Нэнси. Она объяснила, что Поляна так еще и не пришла в себя. Но сейчас вроде бы и получше, насколько это вообще возможно в таком состоянии. На ночь добавила. Мисс Поли она вызвала к племяннице профессиональную сиделку. Больше ей нечего было сказать. И она вернулась к Поляне, а Нэнси, схлипывая, побрела в кухню. На следующее утро Поляна пришла в сознание. Открыл глаза, она с удивлением увидела тетю возле своей кровати. «Тетя Поли, что случилось?» «Тетя Поли, уже совсем светло, а я все еще в постели. Почему же я не встаю?» удивилась она. «Ой, тетя Поля, я не могу встать!» Она со стоном откинулась на подушку, и теперь в ее глазах светилась тревога. «Знаешь, милая, я пока не стала бы пытаться вставать, как можно спокойнее принялась уговаривать тетю. «Но почему, тетя Поля, почему я не могу встать?» продолжала допытываться девочка. «Мисс Поли обратила исполненные мольбы и взгляд к женщине в белой косинке. Женщина стояла у окна, и Поляна, пока не видела ее, скажи ей», одними губами проговорила сиделка. «Мисс Поли начала кашлять, пытаясь избавиться от спазма в горе, который мешал ей говорить. «Тебя, милая, вчера вечером сбила машина», глухо начала она. «Но теперь это уже не важно. Твоя тетя хочет, чтобы ты снова сейчас заснула, называя почему-то себя в третьем лице завершила мисс Поли». И, кстати, я вам тут такое хочу сказать, что мы для вас в прошлой серии вопросик такой вот задавали. «А нравится вам?» «Ой, а...» «Вопросик мы для вас такое задавали...» «О, а нравится вам...» «На чем вам больше нравится слушать музыку? На плеере или на гаджетах?» «Мама написала, что и на плеере, и на гаджетах». «Ну что, поехали!» «Сбила машина?» «Ну да, я бежала, ошеломленно проговорила Поляна. Она прикоснулась к колбу, но почему у меня тут запинтовано и болит?» «Сейчас это уже не важно, милая, повторила мисс Поля. Главное, тебе надо отдохнуть, отдохнуть. Но, тетя Поля, мне так плохо. И мои ножи странно, они совсем ничего не чувствуют. Заглянув с мольбой на сиделку, мисс Поля поднялась со стула и отвернулась. Сиделка быстро подошла к постели. Думаю, теперь настало время мне побеседовать с тобой. Жизнерадостно начала она. Во-первых, давай-ка познакомься. Меня зовут мисс Хан. Я буду помогать твоей тете ухаживать за тобой. И начнем мы вот с этих белых таблеточек. Давай-ка примем им. Поляна с ужасом посмотрела на нее. Но я не хочу, чтобы за мной ухаживали. То есть я не хочу долго болеть. Вы же знаете, мне надо в школу. Смогу я завтра пойти туда. От окна к которому. Прильнула мисс Поли. Донесся сдавленный стон. Завтра, заглушая его, весело отзвала сиделка. Ну нет, завтра я, пожалуй, тебя еще не выпущу. Давай-ка прихватим эти таблеточки и поглядим, как они на тебя подействуют. Ладно. С некоторым сомнением согласилась Поляна. Но уж послезавтра мне обязательно надо в школу. Ведь у меня начинаются экзамены, мисс Хант. Минуту спустя она принялась рассказывать мисс Хант о школе о том, какие экзамены ей предстоит сдавать. Потом пожаловалась на головную боль и на автомобиль, который причинил столько неприятностей. Потом начали действовать белые таблеточки и Поляна уснула. Ну вот и все. Мы прочитали полностью двадцать третью главу, которая называется Несчастный случай. В следующей серии наша двадцать четвертая глава, которая называется Джон Пендлтон. А это мы уже будем для вас читать в следующей серии. А сейчас ставь лайк и подписывайся на канал Тимур 11 ТВ. Пока-пока. Покеда. Тимур 11 ТВ.